Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте ещё раз. Я очень рада приветствовать всех, кто собрался сегодня в этом зале, кто решил посвятить свой перерыв тому, чтобы приобщиться к истории. Мы открываем третью студенческую научно-практическую конференцию «Вековая история уфинского училища искусств». Эту конференцию мы начали впервые проводить в 2021 году в преддверии столетия нашего учебного заведения. Потому что всем нам, организаторам, а имя является отдел теории музыки и отдел гуманитарных дисциплин, нам кажется очень важно не просто научить вас вашим творческим профессиям, но ещё дать вам проникнуться преемственностью, ощутить себя частью чего-то большего. Именно это и призвано сделать наша конференция. Пока вы изучали, пока вы готовились, пока вы писали и составляли свои презентации, те люди, которых вы выбрали объектом своих исследований, стали для вас настоящими наставниками. И через года передали вам свой опыт, свои знания, своё творческое видение. И сегодня ваша задача — рассказать о том, что вы узнали. Рассказать всем нам, дать и нам тоже проникнуться их энергетикой, их творчеством, их преподавательскими способностями и навыками. Поэтому я с огромным удовольствием передаю слово нашим докладчикам. Сегодня у нас их немного, но я думаю, что доклады будут очень интересные и информативные. Открывает нашу конференцию Столярова Людмила, студентка 4-го курса специальности теории музыки, руководитель Галия Раисовна. Тему своего доклада она озвучит уже сама. Добрый день! Тема моего доклада — Ольга Викторовна Косарева «Страница жизни и творчества». Ольга Викторовна Косарева — преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в Уфимском училище искусств, руководитель ворокального ансамбля «Анданте» и создатель одноименной вокальной студии. Она была одним из немногих педагогов в Уфе, кто стал применять на практике комплексную методику музыкально-певческого воспитания Дмитрия Ерофеевича Огородного. Благодаря работе по данной методике, ученики Ольги Викторовны достигали высоких результатов в одном из сложнейших и интереснейших предметов теоретического цикла «Сальфеджио», а также смогли бережно развить свои вокальные навыки, чистоту интонации, творческое начало и артистизм. Ольга Викторовна Косарева родилась 11 сентября 1945 года в поселке Дуброво Белоярского района Свердловской области. Ее родители Виктор Петрович и Елена Борисовна Сухачева по профессии были геологами, влюбленными в свое дело. Детей они воспитывали в дрожеской, доброй, творческой атмосфере. В доме постоянно звучала музыка, декланированные стихи, читали классическую литературу. В школьные годы Ольга Косарева обучалась Иплена Фордомиана под руководством частных преподавателей, не придавая этим донятиям слишком большого значения. Она и не предполагала, что свяжет свою жизнь с музыкальной сферой, мечтала пойти по стопам родителей и заняться геологией. Однако после смерти отца все круто изменилось. Последней волей Виктора Петровича было желание, чтобы его дочь стала музыкантом. В 1961 году Ольга Косарева поступила в Уфимское училище искусств на фортепианное отделение. Переломный момент поступил в 1963 году. Ольга Викторовна сорвала руки. «Я играла в выходные по 15 часов в день. Такой был запал. Вставала в 6 утра, чтобы до уроков найти в училище свободный класс и поиграть», — вспоминает Косарева. Подобное стремление к занятиям и привело к печальному исходу. Впоследствии из-за данной травмы она была вынуждена перейти с фортепианного отделения на теоретическое. Сама Ольга Викторовна назвала этот жизненный переворот трагедией о вернувшейся удаче. После окончания училища Ольга Викторовна начала педагогическую деятельность в Уфимском училище в педагогическом училище, а вскоре, в 1968 году, уступила в только что открывшийся Уфимский государственный институт искусств. Обучение проходило легко и весело. Косарева и ее однокурсники образовали сплоченный, дружный коллектив, помогали друг другу в сложных ситуациях, вместе проводили свободное время и готовились к экзамену. В годы учебы Ольга Викторовна начинает преподавать в Уфимском училище искусств, куда ее пригласил молодой композитор, будущий председатель Союза композиторов Роберт Газизов, в те годы преподававший теоретические дисциплины в Уфимском училище. Впоследствии, по окончании вуза, она получила распределение на работу в это учебное заведение. Годы педагогической деятельности Ольги Викторовны были наполнены позитивом, занятия проходили продуктивно. Она вела такие дисциплины, как «София Джо», «Гармония», «Анализ музыкальных форм». Много силы труда было вложено Ольгой Викторовной в созданный ей вокальный ансамбль «Антанте». Его гостяк составили студенты и выпускники училища искусств в специальности теории музыки и хоровое дирижирования «Ирины Темнова», «Оксана Агафонцева», «Елена Алферова», «Ольга Федотова», «Оксана Чищевая», «Диля Гуга-Эдулина», «Гульнара Музафарова», «Диля Халимова», «Марина Камалова», «Роман Темнов». Участники ансамбля занимались по методике огородного, благодаря которой достигли высоких результатов. «Антанте» стал известен не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами. Ансамбль часто растролировал по городам и селам Башкерии, в том числе и с лекциями о методике огородного. Выступал в Москве с конференциями и семинарами, становился иллюстрацией на лекциях Дмитрия Ерофеевича. В апреле 1995 года «Антанте» принял участие в международном конкурсе детских и юношеских коров и вокальных ансамблях в рамках 6-й славянской ассамблеи «Дружба», где стал лауреатом второй степени. Высокие результаты этого творческого коллектива и самой Олеги Викторовны Косовы во многом обусловлены притворением в практику основных принципов методики огородного. Комплексная методика музыкально-певческого воспитания Дмитрия Ерофеевича Огородного главной, принципиальной задачей ставит бережное воспитание голоса, постепенное выявление и обогащение его естественного темпра, и на этой основе комплексное развитие всех музыкальных и творческих способностей. Ольга Викторовна Косова обобщила основные принципы методики. Петь могут все. Правильно поставленный голос способствует полному выявлению музыкальных способностей. Выразительность интонирования приводит к духовному голосу личности. Ольга Викторовна начала внедрять данную методику в учебный процесс в Уфимском училище искусств, а также применяла ее совместно с коллегой, хоровым дирижером, руководителем хора «Весенние голоса» Татьяной Алексеевной Андреевой при работе с детьми в Уфимской детской школе искусств. Главная трудность состояла в отношении обучающихся к самому предмету сольфеджио. Ученики считали его ненужным и скучным, их родители перегружающим и занимающим время, студенты – не музыкально. Косарева, благодаря серьезному и увлекательному подходу даже к самым сложным темам, смогла добиться высоких результатов от каждого своего подопечного. Ученики не только осваивали теоретический материал и развивали музыкальных слух, но и работали над интонацией, дикцией, тембом, дыханием, активностью мышц, что в совокупности приводило к поразительному успешному итогу. Благодаря воспоминаниям Косаревой, оставленным на интернет-портале Косару, можно соприкоснуться с замечательной эпохой становления и развития музыкально-теоретического отделения училища, которые составляли выпускники серьезных музыкальных вузов страны. Они работали самоотверженно, творчески, на высоком профессиональном уровне и передали свои знания молодым талантливым музыкантам, которые в настоящее время трудятся в разных районах республики и за ее пределами. К большому сожалению, уже многих, о ком поведала Ольга Викторовна Косарева, нет в живых. 3 января 2017 года не стала и самой Ольги Викторовной. Но осталась память о ней в сердцах тех, с кем она плечом к плечу трудилась, кого учила. Благодаря их стараниям и плодотворной деятельности, «Дело жизни Ольги Викторовны Косаревой живет и развивается по сей день». Спасибо за внимание. Мы благодарим Людмилу за успешное выступление и вручаем ей диплом участника нашей конференции. Следующий выступающий – Комыкалова Ирина, специальность «Теория музыки», четвертый курс, руководитель Баранова Елена Анатольевна. Здравствуйте. Тема моего доклада – «Университет музыкальной культуры. Страница истории Уфимского училища искусства». Развитие музыкальной культуры в России неразрывно связано с деятельностью бесплатных просветительских организаций и учреждений, получивших в истории образования понятие «народные университеты». Предпосылками к созданию народных музыкальных университетов стало просветительское движение, появившееся в 60-х годах XIX века. Как и в западноевропейских странах, первоначальное музыкальное образование происходило в рамках домашнего обучения. Постепенно в культурных центрах страны стали открываться отделения русского музыкального общества, среди них Москва, Киев, Казань. Такие преобразования послужили толчком к изменению и улучшению концертно-производительской работы, что в дальнейшем способствовало развитию музыкального образования и росту профессиональной культуры в провинциях. Нельзя обойти вниманием многообразную просветительскую деятельность Республики Башкортостан. Со времен основания Уфимского училища искусства преподавателей накапливался большой опыт музыкально-образовательной сферы. Таким образом была создана структура, которая могла бы побуждать у слушателей интерес и любовь к музыке. Народный университет музыкальной культуры организован в Уфе по инициативе музыкально-общественного деятеля Любови Николаевны Туайской в 1967 году. Его открытие приурочено к знаменательной дате, 50-летию Октябрьской революции. Любовь Николаевна, занимающаяся активной деятельностью, всегда стремилась заинтересовать и познакомить как можно более широкий круг людей с сокровищницей музыкальной культуры. Лекции концерта проводились ежегодно в концертном зале училища и других средне-специальных учебных заведений. Выступающие с энтузиазмом выезжали на мероприятия, проводимые в школах, детских садах, а также на предприятиях города. Тематика концертных программ была разнообразной, среди них исторический обзор музыкальных жанров, знакомство с музыкальными инструментами, портреты крупнейших зарубежных и русских композиторов. Важный пласт лекции был посвящен истории пашкирской музыкальной культуры. В этом заключалась особая ценность деятельности университета, поскольку процесс изучения пашкирской музыки только начинался. В репертуар также были вручены беседы о творчестве выдающихся композиторов, пашкирских композиторов из Могилова, Ахметова и других. Передовыми лекторами Народного университета музыкальной культуры были педагоги Уфимского музыкального училища, ныне Уфимского училища искусства. В первую очередь необходимо назвать любовь Николаем Троицкого. Профессиональная деятельность ее началась в 1941 году с преподавания вокала в Башкирской государственной филармонии и Башкирском музыкальном училище. Работа с вокалистами занимала важное место в ее творческой жизни, проявляя любовь к музыке и вкладывая в свой собственный опыт певицы, Троицкая подготовила и выпустила множество талантливых учеников, которые в дальнейшем продолжили обучение в различных вузах страны. Будучи артисткой филармонии в 1944 году, Любовь Николаевна стала руководителем республиканского лектория, проработав на этой должности 4 года. Кроме того, она присоединилась к музыкально-литературному лекторию филармонии и активно принимала участие в лекциях-концертах до конца 80-х годов. Лекторская деятельность была любима, очевидно, приносила ей удовольствие и удовлетворение. Троицкая обладала способностью воздействовать на публику, своей эрудицией, широким кругозором, а также артистизмом и хорошо поставленной речью. Примечательно, что в это же время, в 1947 году, Любовь Николаевна начала выступать в печати, уже в качестве критика. Ее рецензии были на страницах таких газет, как «Красная Башкирия», «Советская Башкирия» и «Вечерняя Уфа». В статьях музыкалет писала о концертах башкирской филармонии, оперных постановках башкирского государственного театра, оперы и балета, гастролях выдающихся артистов и коллективов из Москвы, Мордовии, Татарстана. А также она проводила анализ работы Народного университета музыкальной культуры. Однако, в середине 50-х годов, Любовь Николаевна покинула родную республику и уехала в Москву. Там Троицкая трудилась на кандидатской диссертации, параллельно успевая преподавать в государственном московском хоре и вечерней музыкальной школе имени Дунаевского, где проводила уроки пения. Вернувшись в Уфо, она продолжила свою карьеру в башкирской государственной филармонии, а через 6 лет вернулась в училище, где, будучи педагогом, занимала должность заместителя директора по учебной части в течение 5 лет. Имея столь богатый музыкальный опыт, Уфоев Николаевна разработала авторские курсы по следующим учебным дисциплинам, историю вокального искусства и основой вокальной педагогики. Таким образом, Любовь Николаевна Троицкая внесла огромный вклад в развитие музыкальной культуры в Пашкортостане. Людмила Петровна Атанна вошла в историю отечественной музыки как советский и российский музыковед, кандидат искусствоведения, педагог и музыкально-общественный деятель. Свой творческий путь Людмила Петровна начала с педагогической деятельностью. В начале 40-х годов преподавала музыкально-теоретические дисциплины в Фимской детской музыкальной школе номер один. Однако началась война, и Атанна не могла равнодушно продолжать работать. В 1942 году она прошла обучение курса медсестер, впоследствии добровольно приняла участие в Старинградской битве. А уже в 1945 году получила звание старшего сержанта медицинской службы и была награждена медалями, в том числе за победу над Германией в Великой Отечественной войне и за доблестный труд. По возвращении на родину Людмила Петровна начала заниматься музыкально-процедистической и лекторской деятельностью, тесно связанной с башкирской культурой и музыкально-педагогическим образованием. Ее лекторская деятельность характеризовалась своей насыщенностью и продуктивностью. Людмила Петровна проводила концерты в Башкирской государственной филармонии в 50-х-60-х годах, а также выступала по радио и телевидению. Ее устами было проведено свыше двух тысяч лекций по линии общества знания и по программам музыкального лектория по самым различным аспектам музыкального искусства. По словам Светланы Новиславовны Борисовой, она была настолько живой и простой, что с легкостью выскакивала на сцену и с увлечением рассказывала о музыке. Такие выступления пользовались неименным успехом. Аудитория с удовольствием слушала ее живую, эмоционально яркую, температную речь. Уже с 1954 года музыковед успешно совмещала лекторскую практику с педагогической деятельностью в Уфимском музыкальном училище, где обучала студентов музыкально-теоретическим дисциплинам. В память 20 лет Людмила Петровна входила в состав Союза композиторов СССР и Башкирской АССР. Она провела большую работу по пропаганде и изучению творчества башкирских композиторов и национального музыкального фольклора. Весьма подотворной. Научно-исследовательской деятельности следует отметить период с 1964 по 1978 год. В это время она изучала башкирский аутентичный материал. Людмила Петровна работала научным сотрудником сектора фольклора и искусства Института истории, языка и литературы башкирского филиала Академии наук СССР. Так, лекции Людмилы Петровны Атановой о башкирской национальной музыке могут служить отражением исследовательского труда, итогом которого стали две монографии автора. Их следует назвать делом всей ее жизни. Это собиратели и исследователи музыкального творчества в дореволюционной деятельности, посвященные изучению основных отталов башкирского фольклора и башкирской народной песни профессиональной музыки. В своих выступлениях Людмила Петровна неоднократно подчеркивала роль и значимость народной песни в развитии национальной культуры. Приведем одну из ярких цитат автора. По песням, как по живым книгам, можно подчесть историю народа, всем, чем он жил, к чему он стремился, за что ворвался. Кроме того, большую производительскую работу проводили и другие преподаватели теоретического отдела, такие как Алексей Иван, Губайдулин, Иванов, Мальтыненко, Кудаяров, Хацкевич и другие. В концертах принимали участие солисты и коллективы учебного заведения. Деятельность Народного университета музыкальной культуры получила активное освещение в периодической печати. На страницах региональных газет и журналов были отражены сведения об истории создания учреждения, целях и задачах его функционирования, наиболее ярких мероприятий, а также планы дальнейшей работы. Большинство публикаций и отчетов было создано лично в Троицкой. Спасибо за внимание. Мы благодарим наших преподавателей, теоретиков и студентов. К сожалению, они вынуждены нас покинуть в связи с параллельно идущим мероприятием. Поэтому поблагодарим их еще раз и продолжим нашу конференцию. На сцену приглашается студентка второго курса специальности «Национальные инструменты народов России» Рузалина Менгазидинова. АПЛОДИСМЕНТЫ Советский башкирский актер, певец, курорист, собиратель фольклора и педагог, народный и заслуженный артист башкирской АСССР и заслуженный работник культуры СФЦР. Редился он 28 июня 1912 года в Российской империи, Оренбургской губернии, Верхнеуральский уезд, деревня Туркменова. Сейчас это Вайманский район, Башкортостан. В семь лет впервые взял в руки кураль, и однажды по деревне проносится слух герд-артисты. Туркменева приехал в Башкирский театр и с ним выдающиеся актеры. Менгажев, Ушанов, Муртайзин и Забаеров и другие. Гаттав был безмерно рад, что ему представилось сыграть перед дорогими гостями, которые искренне удовольствием послушали его и посоветовали поступать учиться на артиста. И вот в 1927 году 15-летний Гаттас Валиманов стал учащейся у Финского техникума искусств. В эти годы произошла встреча, где выступали знаменитые курористы Нюмавай Исенваев, Геният Ушанов, Хамид Ахметов. Ему пришлось участвовать в этом концерте. Исенваев, услышав молодого курориста, похвалил его игру и придрёк. Вот кто нас заменит. В 1936 году талантливого певца направляет учиться в Башкирскую студию при Московской государственной консерватории имени Ряковского, класс вокала профессора Владимирова. В 1943 году во время Великой Отечественной войны учёва прерывается и в составе Башкирской фронтовой бригады готовы езжать с концертами на передовую. Великая Отечественная война прервала путь профессионального восстановления куроря в стенах нашего профессионального музыкального образовательного учреждения. Очень много курористов погибло в этом бою, и долгое время искусство куроря не имело профессионального музыкального образования. Возвратившись в Уфу, Сулейманов с 1948 по 1971 годам работала в Башкирской академической театре драмы имени Гафури. Наконец, в 1971 году в Уфчинской училище искусств открывается класс куроря. Гата Сулейманова приглашает восклавить его и преподает в нём до 1982 года, обучив более 30 курористов-исполнителей. Он привнёс куроря новое звучание, обновив забытые традиции. Гата Каофилович пишет книгу «Курай», ставшей новой ступенью эволюции башкирского музыкального инструмента, став первой научной работой по курорю. Гата Сулейманов по приказу считается основоположником теории и методики игры на народном инструменте. Книга получила высокую оценку и за пределами башкирии. Сулейманов написал и другие учебные пособия по курорю. Как фольклорист, собрал и записал 250 древних песен и легенд. Делал авторские обработки более 150 мелодий для куроря. Его награды. Орден знак посчёта в 1955 году. Лауреат премии имени Солота Юлаева в 1971 году. За исполнительское мастерство и активную пропаганду национального музыкального инструмента куроря среди трудящихся. Народный артист башкирской АССР. Заслуженный артист башкирского АССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Умер, когда Зуркофилович Сулеймановка с 5 июня 1988 года. В возрасте 76 лет. Память о нём. 1 августа 1997 года в Уфе по улице Октябрьской революции 9 открыли меморальную доску из мрамора. Баррия Лев, ниже находящейся надписью, в этом доме жил основоположник профессионального школы Курая. Народный артист башкирсистана. Заслуженный работник культуры России. Лауреат республиканской премии имени Салвата Юлаева Гатазука Филович Сулейманова. В 1995 году по приказу Министерства культуры Республики Башкирсистан имя Гаты Сулейманова было присвоено музею в село Туркменево. А в 1997 году в Аймадской школе искусств. К сожалению, у нас технические проблемы возникли. Мы не смогли посмотреть подборку интереснейших фотографий, которые она подготовила совместно с музеем училища искусств нашего. Раиса Александровна, большое спасибо. Очень жаль, что такая техническая накладка произошла. Но мы все равно благодарим Рузалюмину за интересный доклад. Она хорошо подготовилась, с моей точки зрения, и мы ей вручаем такой же диплом. А сейчас к выступлению приглашается студент 2-го курса специальности живопись Фартака Салю. Добрый день. Эрн Сайтов — это человек, через творческую призму которого в той или иной степени смотрит каждый из нас. Стремясь передать характерные черты башкирского пейзажа, хотим мы этого или нет, мы обращаемся к наследию великого художника. Эрн Сминя Ахмедович Сайтов родился 2-го июня 1936 года в городе Уфе. К несчастью, мать Рамста умерла, когда его отец был на фронте во время Великой Отечественной войны. Мальчику пришлось переехать в 7-летнем возрасте в деревню Улдашево, ныне Ишимбайского района, и воспитываться с братом в доме бабушки. Сайтову пришлось пройти тернистый путь службу в 2-м Чикаловском военно-авиационном училище штурма в качестве музыканта-воспитанника военного оркестра, а после окончания пополнения рядов 1-го Чикаловского военно-авиационного училища уже в качестве музыканта военного оркестра. И параллельно посещение из-за студии дома офицеров, повлекшее за собой вскоре после демобилизации его становления как художника-исполнителя в Русском драматическом театре Башкортостана. В последующем постижение Эрнстом академической изобразительной грамоты продолжилось в стенах Ленинградского художественного училища имени Владимира Александровича Серова, ныне этого училища имени Николая Региха. Впоследствии он поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Фимовича Регина, занимался в первую очередь в мастерских трех педагогов, это Звонцов, Пахомов и Владимир Витрагонский. С 1968 года Эрн Сайтов жил и работал в Уфе. До 1978 года преподавал рисунок и композицию на художественном отделении нашего Уфимского училища искусств. Целые 10 лет. С 1900 года заведующий кафедрой живописи Института Загира Исмакилова, а с 1992 года доцент и с 1995 исполняющий обязанности профессора и впоследствии через два года становится уже, получает звание. Эрн Сайтов ввел большую и разностороннюю общественную работу. С 1991 по 1996 год он был секретарем правления Союза художников РССР. В 1977 году, в 1980 и 1982 годах депутат Уфимского городского совета депутатов, трудящихся 16, 17 и 18 созывов. В 1995 году делегат первого всемирного Курултая Машкира. С 1968 года он является участником республиканских, декадных, зональных, региональных, всероссийских, всесоюзных, зарубежных и международных, в их числе это выставки исключительной графики, рисунка и акварели. О мастерстве и прирожденном таланте молодого, только начинающего с Сайтова, графика свидетельствует одной из ее ранних работ. Это авторитография, самая первая работа под названием «Колхозник 1965 года», выполненная в годы учебы в мастерской Пахомова и ставшая первым в его творчестве психологическим портретом. В то же время интерес к литографии, одной из самых рисуночных техник печатной графики в дальнейшем творчестве Сайтова, не найдет воплощения. Примечательным среди ранних листов будет войлочный ковер, это номер 2. Классика башкирской винографуры, позволяющая оценить и достижение Сайтова в этой технике, и реальное положение эстампу в изобразительном искусстве Башкортостана 60-70-х годов. Демонстрация практически дидактической выразительности особенностей виногравюры – это контрастность черного и белого и живописность штриха. Оно в то же время не имеет ничего общего с так называемыми новаторскими, поверхностно-эффектными виногравюрами того периода. И именно своей исторической подлинностью она тяготеет к социальному разделу оформленной серии «Башкирия», подтверждением чему стали оформлены в башкирской избе, «Первый урок» и «Портрет башкирки». Следующая работа – это, в принципе, все, что является показателем оформленной техники. В период с 1975 по 1977 год он был отмечен созданием новых значительных произведений афортами «Сбор колоссев» и «Женщина сороковые годы». Оба – 1975 года. Психологически острые. Исторически-то соверные тяготы отзывают к сборщицам Жанна Франсуа Миле. Несмотря на разницу века, по общей иллюстративности оба полотна передают зрителю один из злосчастных – Кой. С разницей лишь в том, что у Миле трагедия приключилась, а у Саитова в борьбе одержала победу. Ранний Саитов отдает предпочтение белому листу, по которому линия буквально струится, прозрачная, воздушная, едва намеченная иглой. Саитов поздней, 80-х и 90-х годов, при той же самой абсолютной пластичности рисунка, становится принципиально живописным. Вот можно заметить, насколько интересно, тонко передана вот эта красота башкирского пейзажа за счет техники, техники исключительно оформленной. Много ураста меня Ахмедовича и учеников. Талантливых художников Наил Байбурин, Ренат Харисов, Михаил Копьев, Файзер Рахман Исмагилович Исмаилов, Ильдар Бигбулатов, Анатолий Головченко и Амир Минивалиевич Мазитов. Все это знаменитые художники Республики Башкортостан. В их числе и ныне преподаватели училища искусств, заслуженные художники Республики Башкортостан и России Джаниль Ахметович Сулейманов и Сергей Николаевич Игнатенко. Влияние Саитова настолько велико, что при первичном рассмотрении его произведений может и не возникнуть чувство восхищения патриархальным визионерством мастера. Не без причины появляется такого рода отношение у башкорских художников в становлении. Ведь на протяжении каждого похода в художественную школу, училище и институт тема «Человек и природа» с ее различными сюжетными ответвлениями интерпретировалась учащимися в знакомом, но не всегда осознанном духе сайтовского композиционного строения. Родины и пятна творческого наследия Эрста Мини Ахметовича колоссальны и будут отдаваться эхом его конструкции, несмотря на смену содержания. Можно следующие как раз таки композиции, которые показывают вот эту преемственность и сохранение уже в современных работах студентов и новых художников, последователей Эрста Саитова вот эту схожую композиционную компоновку. В связи с этим особое место занимают наши здравствующие педагоги художественного отделения Сергей Николаевич, Катеркин Джанель Ахметович Сулейманов, явно отражающие в себе лояльность наставника и стойкость в борьбе за изобразительную самопытность, резко отличающую их от примитивных подражателей метро-башкирской графики. Эрст Мини Ахметович достиг всечеловеческой цели, прогресса и вечности в своих последователях. Большое спасибо. Спасибо, Салим, за очень интересный рассказ. И у нас остался еще один докладчик. Я приглашаю на эту сцену студентку второго курса специальности дизайн Степанову Полину. Я расскажу о творчестве Сергея Владимировича Маджара. Сергей Владимирович Маджар художник-график-живописец. Заслуженный художник Республики Башкортостан и член Союза художников Российской Федерации с 1993 года. Он преподавал в нашем училище искусств на художественном отделении. Чтобы в полной мере раскрыть творчество этого художника, обратимся для начала к его детству. Именно на башкирской земле сформировался Сергей Владимирович Маджарков художник, чье детство наполнено богатыми впечатлениями от башкирской природы. Походы с отцом на рыбалку, в лес, демские дома и улицы не могли не запечатлеться в сознании. Впоследствии он сам стал говорить, что природа не ошиблась. «Я родился в нужное время и в нужном месте». Всем художники родом из детства. Имаджар не исключение. Детство его прошло на железнодорожной станции Дема среди железнодорожных рабочих. Среда, казалось бы, не располагающая к развитию творческих способностей, послужила толчком к тому, что в будущем у художника появилось стремление к прекрасному. Будучи мальчишкой, он много читал, и всецело погружаясь в другой мир, переживая все события, которые происходили с героями. Он очень любил историю, особенно эпоху Средневековья. И в дальнейшем можно заметить, что в некоторых работах как раз-таки отразилась его любовь к истории. В седьмом классе пришла уверенность в выборе своего пути. «Хочу быть художником», говорил Сергей Владимирович Бажар на семейном совете. И так как альтернатив других у его родственников и у него самого не было, отец принял желание этого человека стать художником. И он сказал, чтобы Сергей Бажар писал как Шишкин, не хуже. Когда Сергею Владимировичу был задан конкретный вопрос, какие свои работы он перечисляет к периодам ранней, средней и в настоящее время, в ответ он поднял брови и с изумлением улыбаясь сказал, «У меня еще ранний период не закончился». В самом деле, если вдуматься, то он действительно прав. Посмотрев на его работы разных лет, можно обнаружить, что они мало чем отличаются друг от друга. И к сегодняшнему дню Сергей Владимирович Бажар работал в разных стилях. Он делал работы и живописные, и графические. В пейзаже, как и в мультюморте, Маджар следует высказыванию Леонардо да Винчи. Лучший учитель – это природа. Пейзажные работы Маджара всегда небольшие. Это связано с тем, что они написаны с натуры. А в таком случае надо работать очень быстро, так как состояние природы меняется, и нужно все успеть сделать за один сеанс. Как правило, дома эти ютюбы почти не дорабатываются. Художник стремится сохранить свежесть впечатления. Иногда на другом формате он перерабатывает эти же натурные этюды, привносит некоторые иные элементы и вписывает в пейзаж архитектурные сооружения. Например, хижины, замки чудесным образом переживаются в его работах. Творчество Сергея Маджар очень разноплановое. Занимаясь живописью и графикой, в равномере этот художник достиг больших высот во многих жанрах на тюрьморте, пейзаже, портрете, книжной иллюстрации. Освоил многие графические техники, создавая объединенные конкретные темы, серии и самостоятельные отдельные листы. Он расширил общепринятые границы жанров и видов изобразительного искусства. Кроме того, Маджар отдает силы и иконописи. В основе его творчества, независимо от жанра, техники исполнения, темы лежит по его собственному признанию любовь к своему делу. Художник неустанно повторяет. Без любви невозможно творчество, невозможно создавать произведения. Нужно любить тему плохой, нужно любить тему, так как плохой темы не бывает. Нужно любить материал, в котором работаешь, любить природу, у которой учишься. Помимо художественной деятельности, Маджар немало времени удивляет преподаванию изобразительного искусства. Как прежде я говорила, он преподавал и в нашем учебном заведении. И своим ученикам он часто твердит, вас можно научить некоторым правилам композиции, рисунка, живописи. Под руководством художника-педагога вы можете освоить некоторые приемы и техники, но научить вас любить я не могу. Здесь уже от педагога почти ничего не зависит. Между тем, любовь в нашем деле, как вообще в жизни, это самое главное. Сергей Владимирович предполагает также, что у кого есть любовь к творчеству, у того есть и талант к нему. Маджар, будучи человеком, просвещенным и начитанным, говорит, что художнику желательно по возможности как можно больше читать духовной и художественной литературы, чтобы его творчество было обогащено философским духовным содержанием. В вершине всего вышесказанного добавим, что Сергей Владимирович Маджар человек религиозный, от того его творчества лишено мирской суеты и обращено оно не в будущее, а в прошлое. Такую направленность его творчество выявил один хороший знакомый художник-педагог, Валерий Владимирович Симонов. Маджар создает удивительный и фантастический вместе с тем реальный мир замков, легенд и сказок. В этот мир погружается сам художник, уводя за собой зрителя. Зрителя от мирской суеты, однообразной повседневности и серой худичности. Творчество Маджара призывает зрителя отойти от повседневных житейских забот к гармонии, к временным понятиям и вспомнить каждого наше прошлое, откуда мы были изгнаны. На этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, пожалуйста. На этом наша небольшая, но, как мне кажется, очень информативная конференция подошла к своему завершению. Я еще раз хочу сказать вам всем настоящее большое спасибо за то, что вы сегодня здесь были в этом зале и участникам конференции, и зрителям, тем, кто пришел поддержать. И очень надеюсь, что эти проведенные минуты здесь послужат вам хорошей такой базой для вашей дальнейшей творческой работы и для вашей учебы. Большое спасибо. До свидания.